Продолжение следует... Продолжение следует... Прошли какие-то дурацкие комменты, типа «Спортпит» это от «Лукавого» сегодня штук пять получил. Некоторых удаляю в бан, поскольку прибешивают. Но потом решил все-таки поговорить насчет спортивного питания. Значит, еще раз. Я чел не аффилированный. Мы с Аллой, я уже говорил, год покупали это питание за свой счет. Где-то, наверное, на... Ну, подлям, наверное, взяли этой продукции. Тестировали все добавки. То есть, не только там протеины, гейнеры, но еще и различные БАДы, притрены. Такие-сякие там, пятое-десятое. Короче, вы понимаете, о чем я говорю. И только после этого ребята как-то приехали, взяли интервью и предложили быть амбассадором. Ну, то есть, топить за это питание. Что я делаю с большим удовольствием. Потому что, честно сказать, мне оно очень нравится. Я попробовал различные спортпиты различных известных компаний. И считаю, что то, что с оленем, это, пожалуй, лучший спортпит, который я когда-либо пробовал. Так же, как и притрены, витаминные комплексы. Они, ребята, мне поставляют компанию Нутро Био. Это американская компания. Все, конечно, очень дорого. Но, блин, ребята, майбах тоже дорогой. Тем не менее же, на нем ездят. Те, у кого деньги есть, могут покупать. Ну, а те, у кого нет, как они сами пишут, творогом закинулся, творожком. И там нормально. Ну, закидывайтесь дальше творожком, мясом и так далее. Ждите, пока весь этот процесс пищеварения пройдет. Пока микробиота приспособлится к этому питанию. Ну, каждому, короче, свое. Но я к чему? Я нашел совершенно замечательную, свеженькую такую статью 21-го года. Ученая записки университета имени Лизгафта. Знаменитый наш универ. Называется «Актуальные исследования в области спортивного питания». Но, чтобы поставить точки на «ды», буду прямо зачитывать. Я это все законспектировал. Статья большая. Итак, погнали. Исследователи отмечают, что при физических нагрузках, тренировочных и соревновательных процессах энергозатраты спортсменов могут достигать от 8 до 10 тысяч калорий. Но у некоторых мальчиков, выдающихся, таких как Андрей Смаев, могут до 20 тысяч. Что требует особого подхода в составлении сбалансированного рациона? Указывается, что традиционные приемы пищи не способны, ребята, не способны восполнить значительные энергозатраты в дни напряженных тренировок или соревнований. Поэтому те ребятишки, которые пишут «Спортпит от лукавого», вот им пламенный привет. А что дальше происходит, пишут ученые? Возникающий дефицит в энергии пластических элементов провоцирует риск развития утомления и явлений перетренированности. Но перетренированность – это такой синдром в спорте. Он бывает, у нас с вами не бывает. У нас недовосстановление. Снижение сопротивляемости организма спортсменов инфекционными агентами. Поэтому многие замечают, вот и мне тоже пишут, Вадим Леонидович, а как вы боретесь с простудами и все прочее? Братцы, честно скажу, вот как только я начал использовать «Спортпит», более-менее как бы правильно в больших объемах подключил глютамин и все прочее, тьфу-тьфу-тьфу. Но я, правда, еще и вакцинируюсь. То есть, инфекционное заболевание как-то пока обходит стороной. Дальше, что пишут коллеги, в научных трудах рассматриваются вопросы качества питания и выбора оптимального режима приемов пищи при занятии спортом, в зависимости от вида спорта и особенности энергообеспечения двигательной деятельности спортсменов. Видите, еще от видов спорта, ну, это и понятно, что если вы там бегун, вам нужно большое количество углей. В отличие, если вы какой-нибудь там бодибилдер, вам не надо по 12 тысяч, по 12 тысяч, 12 тысяч, не 12 тысяч, а 300, 400, 600, 800, 900 граммов углей. Но, помимо знания роли питательных веществ для организма спортсмена, необходимо еще и понимание биохимических основ энергообеспечения при занятии различными видами спорта. Я вот этим ребятам пишу, вы обоснуйте, почему вы считаете, что это от лукавого. Обоснуйте. Молчание. Ну, понятное дело, фишку не рубит, лишь бы там написать, что это все фигня, закинулся творожком, картошкой с мясом и погнали. В зависимости от специфики спорта, только-только что пришел с тренинга, плюс еще там процедуры делал, видите, морда такая вот здесь вот, кератому удалял. В зависимости, короче, от специфики спорта, при выполнении физических упражнений активируется, ну, это и понятно, либо аэробный, либо аэробный способ получения энергии. Их у нас всего два. Далее читаем. Выделил прямо красным. Для представителей вида спорта, имеющих разные способы обеспечения энергии, не могут быть реализованы унифицированные схемы рационов питания. Нету таких. И когда мне пишут, вот, если правильное питание, я пишу, ребята, нету такого понятия правильного или унифицированного питания. Почему? Потому что они должны характеризоваться определенной индивидуальностью содержания, норм потребления и соотношения компонентов пищи. Понимаете, это же наука, нутрициология спортивная. Это целая наука. В связи с этим актуализируется концепция функционального питания. Не просто правильное или сбалансированное, а именно функционального питания. Основано на необходимости употребления четырех групп компонентов. Базовые, эргогенные, регуляторные и корректоры функционального состояния. Представьте, как все сложно. Компоненты базовые, основные, там, белки, жиры, углеводы, эргогенные, регуляторные, еще и корректоры этого функционального питания. Каждая из этих групп компонентов питания реализует собственные поставленные задачи, обеспечивая в целом эффективность физической деятельности спортсмена. Наши классики Дмитриев и Гунина в своей работе представили классификацию современных пищевых добавок, включающих, это будет всем интересно, функциональная пища, которая обогащена дополнительными нутриентами или компонентами, изменяющими традиционное соотношение в нутриентном составе. Например, избирательное увеличение содержания витаминов и или там минералов. Далее, специально разработанные формы спортивного питания, обеспечивающие организм спортсмена энергией и отдельными нутриентами в более удобной форме, чем обычное питание. Например, готовые спиртные напитки, смеси, гели и т.д. Изолированные или концентрированные формы отдельных нутриентов животного и растительного происхождения. Далее, многокомпонентные продукты, в составе которых содержатся различные комбинации веществ для обеспечения определенного целевого назначения. Далее идут энергетические напитки, которые, как бы притчевоязыцах, относящиеся к разрешенным эргогенным средствам, способные эффективно улучшать спортивные показатели атлетов во многих видах спорта при условии соблюдения норм и дозировок. Дальше, применение посттренировочных комплексов спортивного питания, сочетающих в составе углеводы и аминокислоты, способствует выработке в организме гормона роста и тестостерона, активному и быстрому восстановлению утраченных мышечных волокон, стимулированию их роста и поддержанию силы и выносливости. Что-то про картошку с мясом и творожок тут ничего не вижу. Рассмотрены эффекты потребления некоторых продуктов с заявленным жиросжигающим действием. Есть жиросжигатель, я его пью. Предполагает перед употреблением проведение консультации со специалистом-диетологом и прохождение соответствующего обследования. Ну, все по-серьезски. Ну и в заключении. К чему я весь этот спич прочитал? Чтобы вы хоть немножко представляли, что это такое. Итак, заменители питания можно отнести к числу ценных специализированных продуктов, способных обеспечить эффективное решение целого комплекса задач, связанных с повышением уровня спортивных достижений и обеспечением здоровья в спорте и повседневной жизни. Так что спортпит, если вы занимаетесь хотя бы 3-4 раза в неделю, либо в тренажерном зале, либо там бегаете, либо там, не знаю, уличная какая-то есть нагрузка, тот же самый воркаут, различные отжимания, брусья там и т.д. Спортпит просто необходим. Но не сможете вы сбалансированно составить себе диету со всеми витаминами, нутриентами, микро, макро и т.д., чтобы полноценно все это восполнять. А если вы как бы не сможете это сделать, значит, будет дефицит. Углей у нас дефицит не будет, поскольку с ними проблем нет. Там печенюшкой закинулся, все, углеводы уже есть. Или там кашкой какой-нибудь, да. С жирами как бы тоже проблем никаких нет. Проблема остается какая? Белки. Полноценно наедать нужное количество белка. Я вот заметил, что когда у меня белок... Ну, во-первых, наверное, это еще и связано с возрастом, конечно же, связано с теми нагрузками, которые я делаю. 1,5-1,8-1,6 грамм белка на килограмм веса тела, не прокатывая, не прокатывая. Напомню, мне 64 года. Начал как бы повышать белок, довел до 2,2, все. 2,2, восстановление как бы супер просто. Даже стал замечать, что восстановление уже в конце тренинга идет значительно быстрее, чем было как бы раньше. Конечно, это связано не столько, что я использую там качественный белок, аминокислоты, незаменимые, BCAA те же самые. Совсем недавно начал. Тоже заметил свой плюс BCAA. Восстановление как бы однозначно лучше. Спрашивают, а как подбирать и все прочее. Ребята, ну, все индивидуально. Вы должны как бы БЖУК знать, знать основной обмен веществ и попытаться все это скорректировать. Основная такая железобетонная формула, она как бы проста. Профики используют 0,5-1 грамм жира на килограмм, но вот для меня это мало. Я где-то 1 и 1,2 грамм на килограмм. Иногда доходит до двушки. Ну, почему? Потому что я из Сибири, я привык такой, чтобы пища была соответствующая по жирам. Углеводы где-то 300-400, а 3-4, ну, 300-400 граммов – это общее. Но 3-4 грамм на килограмм. Иногда доходит до 5-6. В зависимости от тренинга. Если кардио есть, то может быть 5-6. Ну, и, конечно, белок, я вот вам и сказал разное, пробовал концентрации. Для меня как бы оптимально 2,2 на килограмм веса тела. Тогда и восстановление хорошее, и я чувствую, что как бы улучшаются силовые показатели. За гипертрофией я сейчас как бы не гонюсь, потому что либо сила, либо гипертрофия. Эти два понятия не совсем совместимы. Не обязательно иметь большие мышцы и быть сильным, хотя, в принципе, корреляция есть. И быть сильным, и иметь большие мышцы. Тут что-то одно. Если ты идёшь как бы на силовые, на какие-то личные рекорды, то нужно пилить, соответственно, с теми стандартами, которые есть в пауэрлифтинге. А если ты хочешь гипертрофию, то, понятно, там 8-12, ну и дальше погнали. Как в бодибилдинге. Как у бодибилдеров. Короче, без портпита. На том скудном корме, который, в принципе, как бы у нас есть. Ну что, вот я иду в магазин. Ну что, набрать фарша, набрать эти куски мяса, зажарить их, и потом они лягут грузом в желудке и будут 8 часов медленно-медленно скользить по кишечнику и перевариваться. Я мясо уже не ем бог знает сколько. Вот как раз по этой причине. Стоит поесть мясо. Раньше любил стейки. Заходишь, стейк поел. Вроде бы настолько там всё это вкусно. Немножко чёрного хлеба. Какие-то овощи обжаренные. Ну не какие-то там, понятно какие. Спаржа и красный перец. На гриле. Стейк, рибай. Немножко по бокам жира. Супер просто. Медиум вэл с кровью. Совершенно как бы замечательно. Ну гад лежит потом, ну вообще. Часов 8-10-12 переваривалось. Я это мясо чувствую. Абсолютно мне. Ну абсолютно без понтова. Дискомфортно там и так далее. Потом забил на это все мясные эти продукты. И сейчас в основном спортпит. И такая продуктовая корзина. Ну есть там паровые котлеты, которые можно купить в азбуке вкуса. И рыбные, и мясные, и телятина. И такие сякие. И как бы мне это удобно. Никогда не бывает какого-то вздутия, дискомфорта. Все очень быстро усваивается. Ну и конечно догоняешься качественным спортпитом, БАДами и так далее. И постоянный анализ и контроль. Кто-то говорит, что сумасшедший, зачем это все делать. Там и т.д. и т.п. Но вот я заметил, что у меня постоянно как бы дефицит железа. Я пока пилил воркаут 3 года. Но думал, может быть такая особенность организма. Не обращал на это внимания. Поскольку низкая концентрация железа и ферритина. Ферритин был не просто 2 веса тела или 65, совсем ферритин низкий, ниже нормы. При этом прекрасно тренировался. Гемоглобин и гематокрит были. Гематокрит уходил вообще там в минус 36 и 37. При этом выносливость была там офигительная. Железо не сказывался. И Алла говорит, может быть все-таки там прокапаться. Я говорю, ты знаешь, наверное у меня такая особенность. Хотя как врач понимал, что никакая это в принципе как бы не особенность. Это просто дефицит. Но не обращал внимания. Сатурация, еще сатурация выдавала. Там 98-97 не было. Было где-то 96-95. С другой стороны в Сандуны приходишь, заныриваешь в бассейн. 2,5 минуты вообще проблем никаких нет. Задержка дыхания там прекрасна. Ну и посчитал, что... Короче, друзья, зачем я это говорю? Дефицит железа может быть, если недостаточно в рационе там мяса. Но пресловутый витамин D там бог с ним. Это как бы отдельная песня. Как правило, еще бывает дефицит витаминов B. Но это сложная такая песня. Разузнать, действительно это так или нет. Это нужно опять-таки сдавать анализы, мониториться и все прочее. Поэтому, поэтому, ну, щитовидка может давать тоже, ну, куча всяких вещей. Поэтому мониториться обязательно. Для этого я мониторюсь. Почему? Потому что нагрузки большие, возраст. И я должен постоянно отслеживать. Это я отвечаю на вопросы. Зачем это такой частый мониторинг и все прочее. И в конце концов, кому какое дело? Сколько я мониторюсь? Десять раз в неделю? Или двадцать? Или вообще не мониторюсь? Мониторюсь и мониторюсь. Хочу и мониторюсь. Не хочу, не мониторюсь. Не все же ездят на Майбахе, правильно? Вы же там не говорите, зачем, чел, ты ездишь на Майбахе? Можно ездить на Жигули. Я там куплю лучше Жигули. И способ движения, передвижения один и тот же. Это я тоже как бы по еде говорю. Так. Итак. Ну, и надо же как-то все это завершить. Весь этот спич. Еще раз. Указывается, что традиционные приемы пищи не способны восполнить значительные энергозатраты в дни напряженных тренировок или соревнований. Возникающий дефицит в энергии и пластических элементов провоцирует риск развития утомления, явление недовосстановления или перетренированности, снижению сопротивляемости организма спортсменов инфекционным агентам. И подводя итог, для этого, ну, если совсем там примитивно, вообще примитивно, для этого нужен спортпит, определенные БАДы, определенные макро-микроэлементы, чтобы у вас все было сбалансировано, чтобы вы не болели, и чтобы ваш организм, как швейцарские часы, функционировал. И чтобы вы не ныли, что вы там недовосстанавливаетесь, у вас плохая мотивация, вам не... я вообще это не понимаю. Какая может быть мотивация? Как можно с утра встать разбитым вообще? Вот я живу 64 года, и никогда вот такой фигни у меня там не было. Чтоб я там встал, плохо себя чувствовал, куда-то там не пошел. Вот никогда не было. Ну, правда, и тесостерон свой хороший был. Хотя, в принципе, чё тесостерон? У женщин тесостерон ниже, низкий, тем не менее, они могут... Тесостерон – это не решающая песня в накачке мышц. Но это уже другая песня. Я же не для этого вот это все решил рассказать. Вот. Надеюсь, надеюсь, что кто-то внемлет тому, что я сейчас сказал. И, короче, если пишете, что спортпит – это все фигня, вот после того, что я прочитал, все в бан. Неинтересно вообще. Ваше мнение? Неинтересно. Едите творог, все, полный там вперед. Значит, спасайтесь творожком или сырниками. Хотя и творог, и сырники я тоже люблю. Но я замес делаю. Я делаю творог, сырники, кефир, еще туда спортивные, спортпит, ну, типа белка растительного протеина. Нужно менять растительный говяжий протеин с изолятом и так далее. Ну и, конечно, смотреть за анализами. За анализами надо смотреть постоянно. И не паниковать, если у вас повышен креатинин, если повышена мочевина, если, может быть, чуть повышены Аллат-Асад там на 2-3 единицы, даже там на 10 единиц, в принципе, ничего страшного. Или там КФК высокая, или ЛДГ. Если вы тренируетесь тяжело, идет разрушение мышечных волокон, перенапряжение идет, функционально идет перенапряжение. И многие ферменты, у спортсменов многие ферменты могут быть выше нормы. И, как бы, если вы придете с такими анализами в обычную клинику, то там, конечно, будет паника, что это... Короче, в этом плане вам беспокоиться... Беспокоиться не надо. Опять-таки, если вы тренируетесь достаточно интенсивно и... Ну, вот как-то так. Ну, короче, вот все. Я думаю, что этот вопрос, в принципе, как бы закрыли. Знающие знают, а незнающие не имеют значения. Все, всем здоровья. После тренинга эндорфины колбасит немного. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok